Я был при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС командиром 262-го отдельного механизированного полка. Полк был сформирован в Одесском военном округе и 3-го мая был отправлен на временную встречацию Чернобыльской АЭС. По прибытию полуста был полторы тысячи солдат, около 200 с лишним единиц техники различной. В составе указанного Генеральным штабом были формированы все подразделения. Основная задача была проводить спецобработку техники личного состава на трех пунктах спецобработки. Первый пункт обработки это был рудни Вересня, который держал киевское направление. Рассоха это держал на направлении Житомир. И первый стоял у населенного пункта Капачи. Это буквально там полутора-двух километрах от непосредственно Чернобыльской АЭС. Такая задача была для Капачи. Это специальная обработка техники. Первое у меня что? Это пустые населенные пункты, которые были в зоне ответственности полкам. Мы в каждом полку нарезали зону ответственности, где нужно было проверять. Мы ходили по дворам, допустим, был скот, свиньи, там различные. Людей не было, они там кричали, пищали, куры. Но уже было жили, их выпускали, выпускали прямо в лес. Что выразило? Выразило то, что, прямо скажем, к этой аварии такого масштаба мы не были готовы. Различного рода привыкли заниматься. А здесь очень было сложно. И прямо таки сказать, ну даже была жутковатость. Дело в том, что почему-то назначен 14 декабря день. Это 14 декабря 1986 года был полностью сооружен саркофаг. Это как юбилейная дата этого 14 декабря. Юбилейная дата всем ликвидаторам, которые соорудили саркофаг, и он перестал бросать все вокруг. Боялись, что если те остатки урана, 180 тонн этих, прожгут вниз, то может быть термоядин взрыв. И до Киева волна дошла бы. Поэтому, когда вода была откачана из-под реактора, там порядка 10 тысяч кубов, уже было сказано, ну как это было ясно, что водородного взрыва не будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова